Без лишних слов я могу сказать, что этот сезон был, наверное, лучшим сезоном в моей карьере, вот по моим чувствам. Я был в хорошей команде, у меня был, скажем так, хороший, уверенный сезон. Сумасшедшая любовь от болельщиков, конечно, помогала находить лишние силы, сыгранность игроков, понимание руководства с тренерами, с игроками. Скажем так, пазл сошелся, и я заношу этот сезон к себе в актив. Это был, я даже не знаю, как это объяснить, это был горечь, это было как расстаешься с близким другом, который уезжает далеко жить, и ты знаешь, что увидитесь вы не скоро. Это был конец сказки под названием «Сезон Вавилина». Я не знаю, как это еще объяснить. Это было просто, как я говорю, это был лучший сезон в моей карьере, и очень не хотелось, чтобы он заканчивался, да. И хотелось просто, когда я кланялся болельщикам, действительно хотелось отдать им хотя бы мизерный процент того, что они сделали для нас, ту поддержку, ту веру, которую они нам дали в себя. Просто хотелось сделать что-то приятное для них. Это очень-очень частый вопрос, до сих пор приходит, очень много человек пишет. Я не знаю, что ответить. Действительно, сейчас я уже ведем переговоры с Вавилино, так же, как и с другими клубами, есть интерес. Не хочу ничего говорить, но с Вавилино мне было очень комфортно, скажем так. Другие клубы тоже Италия? Разные клубы. Я не хочу называть, но разные клубы, разные условия, разные чемпионаты, разные цели. Я очень хочу побеждать, мне 30 лет, я хочу уже по-настоящему что-то выиграть, потому что так получилось, что карьера у меня, можно так сказать, складывается хорошо, но при этом я сам еще ничего не выиграл. И вот мне очень сильно сейчас нужно выигрывать. Никак, я наоборот считаю, что Италия – это та команда, которую можно и нужно обыгрывать. Хотя у них сейчас хороший главный тренер, и они, наверное, впервые за много лет имеют довольно-таки сбалансированный состав и могут выстрелить. Но посмотрим, посмотрим. Опять же, у нас тоже сейчас такая ситуация со сборной, что практически все ключевые игроки поиграли или в европейских чемпионатах, или в европейских кубках, и набрались чуть-чуть опыта, набрались чуть-чуть наглости, выехали за Украину. И сейчас, я думаю, этот психологический фактор поможет нам хорошо выступить на Евробаскете. Создать профсоюз игроков в первую очередь. Я считаю, что это очень нужный момент. И тем более у нас есть опытные представители, которые заинтересованы в этом, чтобы просто защищать самих игроков. В Италии профсоюз создан по схеме американского профсоюза, и там даже начисляется пенсия. Даже у меня теперь там есть уже два сезона пенсии. Посмотрим, как дальше пойдет, но это уже приятно. Игроки защищены. Я считаю, что, во-первых, это. Во-вторых, вовлечение болельщиков. То есть это не должны быть какие-то там полтора конкурса в больших перерывах. Нет, это должны быть какие-то конкурсы. Может, какие-то там присылайте нам фотографии. Ну, в общем, работа нужна с болельщиками. И популяризация. Популяризация, может быть, привлечение каких-нибудь медийных личностей, стать лицом, так сказать, баскетбола, как это вот сейчас активно делает мой товарищ Андрей Кириленко в российском баскетболе. Я думаю, он проделал уже огромную работу. Нужно гораздо больше открытости, потому что у нас все привыкли как-то вот... В Италии, кстати, на все тренировки болельщики могут приходить. Абсолютно на любую тренировку могут прийти. У нас всегда, ну, минимум, находится человек 60-70 на тренировках. Они просто приходят, они очень тихо общаются, потому что они знают правила. Они приходят даже с детьми. Они сидят, тихонечко общаются, смотрят, как мы тренируемся. Получают от этого удовольствие. Действительно, болельщики. Не мешает? Нет, это не мешает. Ну, сначала мне, конечно, это было чуть-чуть дико, я к такому не привык. А потом посмотрел... В тяжелые, кстати, моменты, когда там команда проигрывает 2-3 игры подряд, они приходят всем фан-сектором, всеми этими ультрасами. И под конец тренировки они заходят и минут 10 поют песни, просто чтобы показать нам, что они с нами, они в нас верят. И это действительно, это заводит, это дает энергию. Я не могу понять, почему все до сих пор так удивлены, когда они не приезжают. Потому что я сам был в этой ситуации когда-то. Я знаю, что такое, когда клуб тебе говорит, что мы не можем тебя запретить, но мы тебе настоятельно рекомендуем остаться летом, тренироваться с нами и, может быть, улучшить свои шансы и игровое время в команде. Поэтому, как бы, разговоры разговорами, обещание, что вот именно в следующем-то году я приеду и буду спасать, как настоящий спасатель, ну, маемо-то еще маемо. Я не удивлен. Я не имею никаких эмоций по этому поводу. Понятное дело, что клубы не хотят, чтобы ездили, потому что все-таки это короткий цикл тренировок, все-таки полтора месяца, а потом пять игр в шесть дней. Это огромная нагрузка, это огромная нагрузка, и это большая травмоопасность. А если проходить дальше, то количество игр сумасшедшее, игровое время как-то нужно делить, все игроки уставшие, от этого все травмы происходят. Поэтому руководство не идет, ну, как, точнее, как, они официально не могут запретить. Они, если ты не ключевой игрок своей команды, играющей на ведущей роли, то они могут тебе мягко намекнуть, что лучше не надо, да. А все-таки это карьера НБА. Ну, что-то говорить. Поэтому я не удивлен. Очень волнующее ощущение, когда узнал наших соперников, появилось у меня все-таки. Соперники у нас сильные, группа сложная. Я не буду ничего говорить. Я думаю, это одна из самых сложных групп, в которой мы когда-либо оказывались. Но, тем не менее, тем не менее, абсолютно все команды мы раньше обыгрывали. Ну, наверное, кроме Литвы. Не помню, чтобы я лично обыгрывал Литву. А так все остальные команды обыгрывались. И я думаю, надо, будем пробовать, будем пытаться, вгрызаться в паркет. Скажем так, у нас карт-бланш. От нас никто ничего не ждет. Все уже, как бы, образно говоря, махнули рукой, сказали, что да, такая группа, что, в принципе, можно не заморачиваться. Поэтому это должно раскрепостить нас, дать нам почувствовать, скажем так, легкость в движениях. Я надеюсь, что вот именно это поможет нам удивить, удивить, где-то поймать на недооценке, на расслабленности все команды. Хотя, опять же, Украина воспринимает в европейском баскетболе серьезно. Как, да, как в 13-м действительно уже такого нет и, наверное, уже никогда не будет. Это приоритет. И, да, был бы у Днепра. Я все-таки воспитанник пятой школы, воспитанник неропетровского баскетбола, но при этом профессионально никогда в жизни не играл за Днепр. Поэтому, да, хотелось бы и поиграть в Днепре, может, заканчивать там карьеру. Да, у меня есть такая, скажем так, голубая мечта. Посмотрим, как это получится. Если бы мне предложили уже контракт, я бы не раздумывая подписал его. Да, в любую. А вот ехать опять на летнюю лигу, потом оставаться там, пропускать сборную, готовиться, готовиться к тренировочным лагерям, проходить все. И потом в последний момент, чтобы тебе сказали, извини, не получилось. Не, я уже, как бы, мне уже 30 лет. Я, наверное, на это больше не пойду. Ну, наверное, 4-5. Я допустил много ошибок по неопытности и по глупости, потому что не слушал советов более опытных людей, которые меня старались что-то советовать. Но вот юношеский максимализм во мне тогда бил ключом. Ну, и, конечно, было обидно, что все это закончилось из-за травмы, а потом как бы так получилось. Ну, значит, 4-5. В первую очередь я хочу выиграть. Я хочу побеждать. Я хочу срезать сетку. Я хочу поднимать кубок, выпить из него. Я действительно всего этого хочу, потому что единственные моменты в карьере, когда я в этом участвовал, это было, когда я еще был очень молодым игроком в Азумаше. И по факту я там особо не играл. Я играл только, когда был счет плюс 25 или плюс 30. Так что, ну, хочется выиграть. Хочется выиграть. Не знаю, что еще. Я просто хочу выигрывать. И хотелось бы еще поиграть, может быть, лет 5-6. А там уже посмотрим.